Я читаю двадцать четвертую главу из первой книги царств. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, «Вот Давид в пустыне Эн-Гадди». И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел, как загону овечью при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я придам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после того больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих этими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою. И да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить эти слова к Саулу, Саул сказал, Твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой и заплакал. И сказал Давиду, Ты правее меня, ибо Ты воздал мне добром, а я воздавал Тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки Твои, Ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст Тебе добром за то, что Ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что Ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке Твоей. Итак, поклянись мне Господом, что Ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же, и люди его взошли в место укрепленное. Давид Саулу. Субтитры создавал DimaTorzok